Сегодня означается сусветный день психичного здоровья. Он призначенный на 8 неиздарма. Скорочение светлового дня, ослабленный иммунитет, сприяльное хлеба для депрессии. Как захавать здоровье, выстоять перед житевыми тяжкостями и где шукать допомогу, расскажет Ганна Ковалева. Ритм жития все худший, психоэмоционных нагрузок все больше. До этого списка даются житевые проблемы. Вы не кудренный настрой, апатия, а за имя тревога и депрессия. Такое бывает с кожным, однако не усим по силах самостоянно пережить нервовое расстройство. А коли его причиной становится смерть близкого человека, сургезные финансовые и иншие проблемы, справиться со стрессом бывает складано. Специалисты означают, у кожного в этом сенте есть болевый порог. Кто с тем может вытромать многое, кто с тем не. Тому стан психичного здоровья вызначает только внутреннее оставление до проблемы. Человек, прежде всего, видит ситуацию вне, а потом он переживает ее внутри. И в результате, в зависимости от человека, может быть та или иная реакция. Очень важно заботиться о собственном душевном здоровье. Душевное здоровье – это так же, как и здоровье тела. Но в последнее время люди об этом просто забывают. Подобно так, как мы заботимся о своем теле, человек должен заботиться о своей душе. Тех, кто эмоционально не в силах справиться с тяжкостями, с хильной, до неурозов, за якими тягнется долгий шлейф наступства. Например, алкогольная залежность, именно вид от амуда и ее лишение урачей раить, подоходить комплексно, не обмежевываться медикаментами, а тримать психологичную допомогу. Пошла полная подмена понятий. И у нас зачастую люди не понимают, как лечится зависимость, что делается, что надо делать. Они считают, что лечение алкогольной зависимости – это какой-то сугубо краткосрочный подход, какая-то одна процедура, один укол или одно какое-то мероприятие, и человек освобождается. На самом деле нет. Требуется комплексный подход для того, чтобы человек нашел выход из этой ситуации и решил, как для себя дальше строить свою жизнь. Самое сумное, коли у якости с уходу от проблемы, человек выбирает суицид. И хоть колькость таких выпадков у опошнича стримается на одном узровне, проблема актуальна. До депрессионных, неуротичных и истеричных станов больше схильные женщины. А тяжких хроничных захворываний, таких как шизофрения, частей покутают мужчины. В течение последних 10 лет в общей популяции психические расстройства увеличились на 20%, а невротические расстройства на 30%. Это и мировая, и республиканская тенденция. То есть тенденции и цифры практически, что европейские, что в Беларуси у нас совпадают. При этом люди часто боятся звертаться за психологичной допомогой. Одни астерахаются осуджение знакомых, інши – трапить на официйный улик. Специалисты выполняют, отримать консультацию можно абсолютно анонимно. А кроме такой психологичной поддержки, в любой час дня и ночи оказывают по телефону доверия в Гомеле 315161. Дорогие, с начала года его набрали около 4000 раз. Люди звертаются с разными проблемами. И в основном это социально-поспеховые граждане, которые не боятся выкоруствовать свое право на поддержку, вместо того, чтобы заставаться с проблемами сам нас. Ганна Ковалева, Игорь Марышин, Котелерадо, компания «Гомель». Игорь Марышин, Котелерадо, компания «Гомель», 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 «Гомель»,